Как уже говорилось ранее, президент Азербайджана участвует в Мюнхенской конференции. И, как мы можем ответить, к Мюнхенской конференции приковано внимание всего мира. И, как говорилось, для дипломатических инициатив эта площадка служит делу роста авторитета и позиции Азербайджана на международной арене. Но в то же время конференция создает прекрасные условия для продвижения и развития экономических концепций, которые имеют важное значение не только для экономики страны, но и для региона Каспийского моря и Европы. 59-е заседание МКБ традиционно посвящено обсуждению текущих вопросов внешней политики и международной безопасности. А последнее понятие сегодня неразрывно связано с экономическими факторами. Закономерно, что им посвящено одно из первых мероприятий нынешней Мюнхенской конференции. Это круглый стол на тему трубопроводной мечты «Энергетическая безопасность будущего». В нем принимает участие как раз-таки президент Азербайджана Ильхам Алиф. В ожидании результатов этих обсуждений поговорим о роли Азербайджана на современном энергетическом рынке с доктором экономических наук, профессором, заведующей кафедрой университета. Одлар Юрду, Эльшадом Мамедовым, Эльшад Мялем. Здравствуйте. Здравствуйте. Говоря об энергетической безопасности, это понятие в первую очередь относится к трубопроводным проектам. Роль Азербайджана в них резко возросла буквально в последнее время. Какие из них вы считаете наиболее эффективными? Ну, если говорить о трубопроводных проектах, которые активно инвестировал Азербайджан, которые в значительной степени явились результатом усилий именно нашей страны, то в первую очередь нужно затронуть те трубопроводы, которые входят в систему Южного газового коридора по газовому сегменту. Вместе с тем, конечно же, основной азербайджанский экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Чайхан по нефтяному сегменту. Это те системообразующие проекты, которые, с одной стороны, позволили укрепиться Азербайджану по самой актуальной для нашей страны в течение крайних трех десятилетий повес. Это касалось и энергетической, и экономической в целом составляющей, и геополитических моментов. Ну и, конечно же, в первую очередь, если рассматривать более долгосрочные хронологии, речь шла о трубопроводе Баку-Тбилиси-Чайхан, который позволил фактически Азербайджану уже позиционироваться как региональный крупный энергетический блок. Ну и в средние, вот крайние годы, это и Южный газовый коридор, который также стал возможным благодаря политической воле главы нашего государства. И вот эти проекты, мы видим, что сегодня фактически обеспечивают, с одной стороны, валютные поступления и позволяют комфортно регулировать целый ряд направлений внутренней экономической повестки. И с другой стороны, мы видим, что наблюдается прирост, то есть и динамика тоже идет на позитивном тренде. Вот если обратить внимание, в частности, на показатели прошлого, 22-го года, по экспорту азербайджанского голубого топлива в Европу, то чуть ли не на 40% наблюдался прирост по этому году ожидать еще большие цифры. То есть все это говорит о том, что Азербайджан увеличивает свои возможности с точки зрения экспорта энергоносителей в Европу. Это не означает, что это для Азербайджана является панацеей от всех экономических проблем и путей их решения. Безусловно, нам нужно развивать перерабатывающий сегмент отечественной экономики, диверсифицировать экономику, в том числе и экспорт. Но вместе с тем нужно констатировать, что это существенно укрепило статус нашей страны на региональном энергетическом рынке. Но вот ископаемое топливо – это не единственный ресурс, которым сегодня заинтересован мир. Вот как раз-таки зеленая энергия быстро набирает вес, и здесь тоже азербайджан обладает хорошим потенциалом, как производитель и экспортер. Какие ближайшие проекты в этой сфере вы бы отметили, и какие идеи есть на более отдаленную перспективу? Здесь я хочу подчеркнуть один момент, который связан с тем, что несмотря на потенциаль альтернативной генерации Азербайджана энергии, вместе с тем, несмотря на ту зеленую повестку, о которой вы упомянули, все же нам следует придерживаться более осторожного, более сбалансированного подхода с точки зрения развития энергетики. Мы обладаем весьма значительными и устойчивыми конкурентными преимуществами с точки зрения традиционной генерации и тех возможностей, которые имеются благодаря природным ресурсам. И не случайно глава нашего государства недавно на церемонии, посвященной проекту, связанному с запуском крупного инвестиционного проекта на территории Мингичаевыя, фактически упомянул, что традиционная генерация еще долгие годы будет служить основным драйвером развития отечественной экономики. Потому что вот то, что сегодня происходит на территории Европейского Союза, еще раз показывает, что альтернативная генерация, она, конечно же, имеет перспективы, но она является дополняющим фактором. Для того, чтобы непрерывность генерации электроэнергии была обеспечена, нужно это комбинировать, не отказываясь от традиционной генерации. И в этом смысле позиция нашей страны, позиция главы нашего государства как раз и отличается в выгодную сторону от позиции большинства европейских стран, которые сегодня сталкиваются с проблемами. Это не означает, что нам не нужно развивать альтернативную генерацию. Мы активно работаем в этом плане, есть соответствующая государственная программа, предусматривающая значительное повышение доли альтернативной генерации. Но вместе с тем нужен сбалансированный подход. Я считаю, что благодаря этому сбалансированному подходу мы должны в значительности повысить долю альтернативной генерации. Имеется весьма существенный потенциал и по солнечной генерации, по ветряным сегментам. Но и конечно же нужно отметить потенциал освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, где сосредоточено по разным данным до четверти водных ресурсов страны, что позволяет рассчитывать на гидрогенерацию в опережающем формате. Большое спасибо, Альшат Малим. Спасибо вам большое, что ответили на все наши вопросы. Мы будем и дальше развивать данную тему в следующих выпусках. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. Спасибо. А и напомню, что с нами на прямой связи был Альшат Мамедов, доктор экономических наук, профессор завкафитра университета Одлар Юрдум. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...